О главных новостях Украины и мира узнаете в подробностях в студии Екатерина Лысенко. Здравствуйте, сегодня в выпуске. ДТП с участием военных в Запорожье. На перекрестке перевернулся к раз одной из воинских частей. Водитель погиб, пассажир в тяжелом состоянии в больнице. Кабина была настолько повреждена, что людей оттуда спасатели доставали с помощью спецсредств. О причинах аварии пока ничего не известно. Ни полиция, ни военные происшествия не комментируют. Машина на миллион для коммунальщиков. В Днепре сотрудники предприятия гидросооружения, которые обслуживают ливневую систему, пересядут на новенькие иномарки. Сейчас, говорят, в гараже старье и завнедорожник готовы заплатить кругленькую сумму. Подробнее в нашем сюжете. Обновить автопарк руководство коммунального предприятия гидросооружения решили в начале сентября. На сайте госзакупок опубликовали объявление. Хотели Mitsubishi Pajero Sport 2017 года выпуска. Авто должно быть дизельным, полноприводным, оснащено шестью подушками безопасности и системой климат-контроля. Это обязательные требования. За машину готовы были дать более миллиона гривен. Предложений коммунальщики так и не получили. Поэтому спустя месяц вышли на тендер с другим запросом, чуть скромнее. Внедорожник Mitsubishi L200 за 800 тысяч гривен. К ним снова никто не пришел, потому что требования были очень детально и четко прописаны. У нас на таких машинах ведь ездят в основном кто? Бизнесмены, предприниматели и солидные люди. А здесь коммунальное предприятие решило купить этот автомобиль, чтобы ездить по ухапам. Когда планами КП обновить автопарк заинтересовались общественники, гидросооружения передумали покупать Mitsubishi. Правда ненадолго. Позже снова вышли на торги. Все из-за того, что в их гараже не машины, а хлам, говорит руководитель предприятия. Зеленая, вот 11-й, сто летней давности. Вот магазин, на которой люди ездят. Я на Шкоде делаю, каждый раз в месяц стартер делаю. Мне на СТО говорят, ты что на ней плаваешь? Я каждое утро выезжаю в полпятого и объезжаю весь город. Добраться на этих машинах к проблемным участкам невозможно, заявляет Валентин Лазарев. Предприятие гидросооружения обслуживает 700 километров ливневых систем. При этом, говорит он лично, каждое утро проверяет состояние насосных станций. Приглашает нас в поездку по привычному маршруту, посмотреть по какому бездорожью ездит на старых машинах. Состояние дорог действительно плохое, но к месту назначения мы добрались без проблем. Через две недели, если будет снег, вы увидите, что это практически бесполезно. Зимой здесь проедет только внедорожник, уверяет Лазарев. Планируют на нем возить и ремонтную бригаду, и оборудование. Нужны ли внедорожники? Мы попытались выяснить у сотрудников предприятия. Ответы удивили. Не, не, не. Я слышал. Кто все же будет ездить на иномарке бизнес-класса, мы проследим. Уже вскоре в гараже предприятия появится мощный Ford Ranger 2017 года. Долгожданная новинка авторынка. На панели сенсорный монитор, есть система управления голосом. Машина обошлась предприятию в 830 тысяч гривен. Елена Миндалюк, Евгений Коденцов, Андрей Кровец. Подробности телеканал Интер Днепр. Утром уроки, вечером банкеты. В Одесской области школьную столовую сдавали в аренду под семейные торжества. Тревогу забили родители учеников. Почему в школе выпивают и насколько это законно узнавал Андрей Анастасов. Село Михайлополь Ивановского района. Татьяна мать ученицы местной школы. В воскресенье женщина увидела в школьной столовой гулянка. Оказалось, один из жителей праздновал 60-летие. Вечером все закончилось, на утро дети пошли на занятия. А Татьяна теперь не унимается. Вдруг кто-то из гостей болеет, например, туберкулезом. Тут все люди, которые сюда приходили, они все были с санитарными книжками. Кто будет отвечать за здоровье моей дитины? Ну, потом, если что, заходят посторонние люди. Ну, вообще, вот, начинается, ну, понятно, пьянка. Так, как это может быть? Директор школы удивлена такой реакцией. И, дескать, столовую сдают уже много лет. Показывает договоры с арендаторами. За один вечер берут 500 гривен. Деньги идут на банковский счет школы. Ну, а как вот спиртные напитки в школьной столовой? А детей нема, их, а соби, они там, ну, вот и святкую, это 60-ти речи. И я не вижу тут ничего такого, что мы людям допомогли відсвяткувати свой день на речи. В сельсовете утверждают, это не противоречит законодательству. И опасные инфекции детям не грозят. Но не все так просто. После сельского мы отправились в районный отдел образования. И там заявили совершенно обратное. Учителя оправдываются. Сдают помещение в аренду не от хорошей жизни. Кто прав, в этой ситуации станет известно после проверки. Ее уже назначили. В любом случае, скандал уж точно привлек внимание к плачевному состоянию сельских школ. Андрей Анастасов, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер. Одесская область. Прокурор с особыми потребностями. В Черкассах замначальника одного из отделов областной прокуратуры отсудил себе доплату к пенсии по инвалидности. Хотя все подобные перерасчеты служителям закона Верховная Рада временно заморозила. Теперь чиновник вдобавок к своей и без того неплохой зарплате получает почти 100 тысяч гривен в год. Это закрытая площадка, парковка сотрудников областной прокуратуры. Служебный и личный транспорт они тщательно прячут от посторонних глаз. Глаз прокурорских автомобилей впечатляет. Журналист Александр Беспрозванный такой роскоши не удивляется. Рассказывает герой его недавних расследований, замначальника отдела областной прокуратуры. И вовсе меняет авто премиум класса, как перчатки. Речь об Александре Кожушко. До революции достоинства он возглавлял Каневскую межрайонную прокуратуру. Затем Черкасскую городскую. Теперь трудится в областной. За 15 лет карьеры нажил немало недвижимости. Элитный транспорт, редкие золотые монеты. И оформил инвалидность. Даже при этой ситуации человек подает документы на отримание пенсии второй группы инвалидности. И даже после ее отримания еще подает позов к суду, чтобы подвысили уже призначенную пенсию. После этого пенсия по инвалидности достигла 99 тысяч гривен в год. И это несмотря на то, что Верховная Рада заморозила подобные перерасчеты сотрудникам МВД и прокуратуры. В пенсионном фонде лишь разводят руками. Мол, оспаривать решение суда не могут. Правильно оно, неправильно. Тут нам уже не дано права на раздумание. Мы обязаны просто выполнить. Согласно информации пенсионного фонда, из 425 тысяч пенсионеров Черкасской области доплаты по инвалидности получают около 60 тысяч. Свою вторую группу прокурор Кожушка получил в 2014. Тогда ему было 36. Оформляла ее местная медико-социальная комиссия. Но туда простым смертным не пробиться. Информация по присвоению инвалидности конфиденциальна. О своей группе Олегу Остапенко скрывать нечего. На войне в Афганистане потерял ногу, когда начались военные действия на Донбассе. Даже с протезом ушел добровольцем-инструктором на фронт. И у Олега всего лишь третья группа инвалидности. Сейчас у многих уже лазило много болячек, много все-таки ранения как-то дают знать. Практически все говорят, что надо заплатить. Надо заплатить, тогда ты получишь группу. Меньше заплатишь, третью получишь. Больше заплатишь, выше получишь группу вторую. Встретиться с нашей съемочной группой прокурор не смог. Срочно уехал в командировку. По телефону сообщил все его состояние, наследство от деда. За что получил инвалидность, предпочел оставить в тайне. Я вас хочу запевнивать, что все произошло в межевщинном законодательстве. И не поважаю свой стан здоровья, будь-якейсь іншим людьми, своих органами. Что воно вам не заважает вашей работе? Не заважает. У меня не настолько физическая работа, что воно меня не заважало. Свои расследования в отношении Кожушка журналист прекращать не собирается. Уверен, материальное положение прокурора может заинтересовать и представителей НАБУ. Станислав Кухарчук, Павел Тимошенко. Подробности телеканал Интер Черкассы. Глава и сотрудники НПК получают премии, которые превышают их заработную плату в 4,5 раза. Об этом стало известно после аудитосчетной палаты. Премии работникам агентства начали выплачивать с июня прошлого года. Их размер колебался в зависимости от должностей. И к декабрю 2016-го составлял 450% оклада. Также стало известно, сколько получает глава НПК Наталья Корчак. Ее средняя зарплата превышает 100 тысяч гривен в месяц. Депутаты Европарламента хотят поскорее составить черный список так называемых налоговых гаваней. Поводом стало скандальное райское досье. Как собираются бороться с уклонистами, выясняла Елена Абрамович. Это какое-то дежавю, возмущены евродепутаты. И с года в год всплывают все новые офшорные скандалы. Замешаны в них все более высокопоставленные лица. В этот раз даже британская королева и уважаемые университеты Оксфорда и Кембриджа. А бороться с этим ЕС до сих пор не готов. Офшор-ликс, люкс-ликс, шведская утечка, панамские документы, а теперь райское досье. Возможно, многие из практик, описанных в нем, формально законные. Но конкретные схемы существуют с единственной целью уменьшить налоги. Это нечестно по отношению к тем гражданам и компаниям, которые ответственно платят. Что значит законно? Законно ли компания Apple не платит только в Евросоюзе 120 с лишним миллиардов долларов? В то время как малый и средний бизнес Европы должен отдавать 20-30% корпоративного налога каждый год. Каким образом это может быть законно? Значит, законы далеко не идеальны и их следует менять. Большинство схем, обнародованных журналистами, действительно действуют в рамках закона. Развел руками главный финансист Евросоюза Пьер Московиси. И предложил трехуровневое решение. Создать новое прозрачное правило для налоговых консультантов и банкиров. Обязать страны обмениваться информацией о прибыли, а также срочно составить черный список офшоров и подкрепить его санкциями. Я взялся быстро завершить этот список после скандала с панамскими документами. И комиссия оперативно внесла свои предложения. Я настоятельно призываю государства-члены утвердить его не через шесть месяцев, а уже на следующем совете министров финансов 5 декабря. Еще одно задание европейских законодателей – защитить информаторов, которые раскрывают офшорные схемы. Ведь, как сказал Московиси, главное в этой борьбе – выводить из тени налоговых вампиров. Елена Абрамович, Иван Ермаков. Подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Украинскому журналисту Роману Сущенко грозит 20 лет тюрьмы в России. Об этом написал его адвокат Марк Фейгин в Твиттере. К Сущенко должны завтра прилететь жена и дочь на свидание. Завтра, накануне суда, который готовится выписать журналисту срок за сбор информации о вторжении России в Украину, написал Фейгин. Напомню, ФСБ России задержало украинского корреспондента 30 сентября 2016 года в Москве. Его обвинили в шпионаже в пользу украинской разведки. С того времени ему постоянно продлевали срок ареста. Обстрелы все чаще, калибры все крупнее. Боевики на Донбассе бьют по всей линии фронта. Продолжают использовать запрещенную артиллерию, а возле Троицка выпустили в ход даже танки. Подробнее о ситуации на передовой расскажет Геннадий Вивденко. Здесь каждый день что-то интересное. В эти сутки защитники Авдеевки вновь попали под огонь. Провокациям противника десантники относятся с достоинством. Он даже в окопе может сидеть, кверху стреляет, выпрашивает огонь, чтобы именно увидеть, откуда мы ведем огонь, обозначить наши позиции. Бывает ночью обстрелы по воротах идут. Но мы пытаемся сильно не высовываться. Ну, уже если бачим ночник, ночный прибор, то какие-то движения, то открываем огонь. А так не тратим мы боеприпасы. Под Авдеевкой постоянные стрелковые, гранатометные и минометные обстрелы. Севернее, под оккупированной Горловкой, также ведется огонь по украинским позициям. Наши бойцы только наблюдают. Конечно, мы можем предупредить в случае чего и предпринять какие-то меры заранее. Нас может поддержать минометка. На этой неделе противник стрелял почти по всей линии разграничения. Ведут постоянные обстрелы и в день, и в вечерний, и в ночный час. Они сейчас стреляют и с 82-мм, и с 120-мм минометов. В десятках километров от фронта в Донецкой области активно ведутся восстановительные работы. На неделе открыли мост над железнодорожным путепроводом в освобожденном в 2014 году Красном Лимане. Мосту почти 50 лет он сильно пострадал от обстрелов. Но теперь здесь установили новую плиту стоимостью в десятки миллионов гривен. Так работает восстановительная программа по реинтеграции Донбасса. 11 мостей мы в этом году закончим. На следующий год планируем минимум 17 мостей. То есть, конечно, это не темпами, как им нужно. Нужно хотя бы 50 мостей делать в год, но, по крайней мере, это срушение с места. Это четвертый восстановленный мост. Всего в этом году планировали отремонтировать более десяти. Геннадий Вивданко, Сергей Дубинин, Анатолий Воробей. В подробности телеканал «Интер» из Луганской и Донецкой областей. До мира еще далеко и неравнодушные украинцы как могут поддерживать тех, кто воюет на передовой. О том, как клуб «Динамо Киев» помогает атошникам, и о том, чего ждать от клуба в этом году, юбилейном для «Динамо» дали материали. Мобильный госпиталь для бойцов. Его футбольный клуб «Динамо» вместе с волонтерами купил еще в начале АТО. Часть оборудования специально заказывали в Америке. «Динамовцы» регулярно отправляют на передовую гуманитарку одежду, лекарства, оборудование. На днях в Киевский военный госпиталь с фронта привезли тяжело раненых военных. Об этом сообщила волонтер Наталья Юсупова. Одним из первых помочь бойцам вызвался клуб «Динамо». Не просто там частично или там это что-то передали, что-то не передали. Мы полностью по списку, мы с ней связались по списку. Все, что было написано, мы все передадим сегодня в госпиталь, чтобы наши воины чувствовали себя, что они нужны и после того, что они попали на больничную койку. Почему? Потому что мы, если мы не будем заботиться о тех, кто отдает свои жизни, то у нас ничего в дальнейшем стране не будет. Помогают белосини ветеранам и с адаптацией в мирных условиях. А во время матча «Динамо-Борскла» футболисты провели акцию. В поддержку бойцов игроки вышли на церемонию в футболках с эмблемой Федерации футбола участников АТО. Клуб сотрудничает с военной лигой не один год. Для турнира «Кубок героев АТО» динамовцы предоставили и тренировочную базу, и поле. Чтобы ребята чувствовали, что они нужны, было достаточно много зрителей. И были памятные подарки, призы. Лучшему игроку, как в большом футболе, вручались призы. Вручались призы за лучшего игрока, лучшего вратаря. И ребятам это очень нравилось. И я сказал, что в дальнейшем, если такой турнир будет проводиться дальше, он проводится под эгидой Федерации АТО, если он будет проводиться, наш стадион, наш манеж в их распоряжении. В рамках празднования 90-летнего юбилея основной состав «Динамо» встретился в товарищеской игре с победителем турнира «Кубок героев АТО». А на днях белосинии провели матч памяти легенд «Динамо». На поле вышли ветераны клуба. Алексей Михаличенко, Александр Хацкевич, Олег Лужный, Максим Шацких. Им противостояла команда фан-клуба. Проводить мероприятие в честь юбилея «Динамо» будет в течение всего года. А значит, впереди много сюрпризов. Мы приняли решение, что, продав Андрея Ермоленко, договорившись с Боруссией Дортмунд, о том, что мы проведем товарищеский матч, где Андрей Ермоленко выйдет в составе одной и второй команды, у нас есть великий футболист, я считаю, великий «Динамо» и Саша Шавковский, которого мы еще не проводили. Вот мы, может быть, объединим эти вещи и поставим финальную точку в 90-летии клуба «Киевского Динамо» и будем продолжать работать и идти к нашему столетию. Когда пройдет товарищеский матч «Динамо-Боруссия» еще неизвестно. Президент клуба не исключает, игра может состояться после финала чемпионата мира перед началом нового футбольного сезона. Александр Васильченко, Алексей Шматов. Подробности недели. Телеканал «Интер». В Закарпатье судятся за горнолыжный курорт. Он еще в проекте, но уже разделил местных на два лагеря. Одни ждут рабочих мест и потока туристов, другие предупреждают об угрозах экологии. Первое судебное заседание состоялось на этой неделе. Как все прошло, расскажет Марина Коваль. В Закарпатском админсуде активисты и экологи, более 20 человек. Это группа поддержки депутатов Лопуховского сельсовета. Те оспаривают решения Раховской и Тячевской райгосадминистрации о строительстве на Свидовецком хребте горнолыжного комплекса. Первое, что нет нормального разработанного детального плана территории. И второе, что не было нормальных громадских слушаний, нормальных, которые по сути, потому что не было что обговорить. Громадские слушания обговоряют конкретный документ. Аргументы представителей райадминистрации узнать не удалось. Ни один из ответчиков в суд не явился. Горнолыжный комплекс, из-за которого разгорелся спор, должен стать самым высокогорным и большим в Украине. Рассчитан на 28 тысяч туристов, сотни подъемников, десятки отелей и ресторанов, дороги и даже аэродром. А еще пять тысяч рабочих мест. Поэтому председатели сельсоветов и немало местных жителей идею поддержали. А вот экологи энтузиазма не разделяют. Мол, высокогорный курорт – угроза для природы. И не только из-за того, что придется вырубить часть леса. На сегодня уже в гирских селах Раховщины есть проблема с водопостачанием. В сухий период колодязи сухие. Заявлена достаточно высокая цифра забора воды. Выникает вопрос, если будут такими темпами выкачиваться надра, тогда что остается для людей, которые живут внизу. С доводами экологов не соглашается закарпатский губернатор. Где в Рахове, что побудовать? Химзавод. Если сегодня, в этом году, витровал, поклав лесу и перемолол больше, чем весь курорт разом взятый. Это высота после 1400 метров, почти ничего не растет. Судьи предлагают сторонам услышать друг друга и подписать мировое соглашение еще до начала разбирательств. Но для этого, как минимум, нужно, чтобы ответчики пришли на заседание. Следующие назначили на 4 декабря. Марина Ковальц, Жанна Дучак, Зиновий Автонас, Юрий Ковалев. Подробности – телеканал «Интер». Уйти красиво арестованному президенту Зимбабве Роберту Мугабе дали шанс оставить должность добровольно. Времени на раздумья до завтра. Накануне его сместили с поста главы правящей партии. Если в понедельник Мугабе не заявят об отставке, парламент начнет процедуру импичмента. Местная пресса пишет, что в ответ на ультиматум президент объявил голодовку. Напомню, в ночь на 15 ноября власть в стране захватили военные. Причиной переворота послужила отставка вице-президента, которого считали преемником Мугабе на посту президента. Кстати, именно его теперь назначили руководить правящей партией вместо Мугабе. В Лижний Восток на грани новой войны. На этот раз в противостояние вступили две крупные державы. Саудовская Аравия и Иран. Из-за этого конфликта уже вспыхнул кризис в Ливане. Там ушел в отставку премьер. Чем все это может закончиться, выяснял Сергей Ослендер. Палестино-израильский конфликт, который десятилетия был главным на Ближнем Востоке, в одночасье стал второстепенным и сейчас мало кого интересует. Теперь в центре внимания противостояние Эр-Рияда и Тегерана, чьи интересы сошлись в одной точке, в Ливане. Тамошний премьер-министр Саад Харири внезапно ушел в отставку и уехал в Саудовскую Аравию. Там он не показывался на публике, не общался с журналистами. И поползли слухи, что его удерживают насильно. В дело вмешалась Франция, ее президент пригласил Харири в Париж, куда тот и отправился. Сам премьер-министр Харири объяснял свою отставку тем, что официальные власти в Ливане ничего не контролируют и все находится в руках террористического движения Хизбалла. Для Израиля эта ситуация хуже некуда. Хизбалла сейчас на израильской границе объявила наивысшую боевую готовность своих отрядов, а на вооружении у них 150 тысяч дальнобойных ракет. В любом случае, в Израиле нет никакого влияния на процессы, даже те, которые происходят в Ливане, кроме военного воздействия. Это во-первых. Во-вторых, несмотря на то, что саудовцам удалось провернуть этот маневр, он никоим образом не изменяет баланс сил в Ливане. Ливан как был, так остается иранской колонией, в которой командует Хизбалла. Другое дело, что Хизбалла и Иран крайне озабочены своим имиджем в Ливане. То есть, чтобы был при наличии суннитского премьера-министра, сохраняется некий имидж Ливана, как такой страны, где есть выборы. Израиль в этом конфликте поддерживает Саудовскую Аравию, хотя, конечно, вслух об этом никто не говорит. Вообще, конфликт Рияда и Тегерана очень давний. Иран поддерживает еменских повстанцев, с которыми саудиты ведут малоуспешную войну, снабжает их оружием, например, дальнобойными ракетами, с помощью которых хуситы, еменские повстанцы, обстреливают даже сам Рияд. А в основе конфликта, конечно, нефть, которой хотят торговать два непримиримых конкурента Саудовское Королевство и Исламская Республика Иран. Сергей Услендер, подробности, Ближневосточное бюро, телеканала Интер. Культурная дипломатия в США – настоящий ажиотаж вокруг картин украинских художников, которые впервые выставили в Нью-Йорке. О событии, которые она делала, немало шуму среди журналистов и искусствоведов Дмитрия Анопченко. Безумный день в Нью-Йорке. Все, как всегда, конец недели и пробки в городе просто нереальные. В ООН в этот день, редкий случай, сразу три заседания Совета Безопасности. Одно за другим. Но как только они заканчиваются, украинский посол при Объединенных Нациях по пробкам едет на Бродвей. Успеть бы на открытие выставки, от которой столько ожиданий. На жаль, и это требует признать, что все-таки Украину знают больше через такие негативы, выявления Чернобыля, страждая, конфликты, агрессии России. То есть весь час мы хотим, чтобы нас пожалели и полюбили за то, что мы такие несчастные. А на самом деле у нас есть очень много позитивных причин. Это единственная на всем восточном побережье галерея, владелец которой украинец. Тут часто выставляли работы тех, у кого украинские корни. Но знаменитыми они стали, увы, лишь эмигрировав из страны. И лишь сейчас, действительно впервые, в Нью-Йорк привезли картины людей, которые пишут на родине. И уезжать не собираются. Вот, к примеру, Бабак и Матвеев, работы которых приняли с таким интересом. Организатор и сам из Днепропетровска перебрался в Штаты четверть столетия тому назад, превратив запущенное фабричное помещение в престижную галерею, куда посмотреть на новинки запросто знаменитости захаживают. Вот Дэвид Марголик, легенда журналистики, один из редакторов Ньюзвик и Ванити Фейер, человек, отдавший 15 лет Нью-Йорк Таймс и четыре раза на полицеровскую премию номинировавшийся. Не существует никакого секрета, как достичь успеха в Нью-Йорке, нет никакой формулы. Те, кто ее ищут, всегда в проигрыше, лишь на тех, кто остается с собой, этот город обращает внимание. Вот Джейн Кучна специально пришла на работу украинцев посмотреть. Искусствовед, которая в Нью-Йоркской Мекке искусства с Метрополитен Мюзеем работает. Выставиться в престижной галерее в Нью-Йорке – это шанс однажды утром проснуться знаменитым. Это действительно так. И мечта об успехе греет многих. Чтобы быть замеченными, на Бродвее люди со всего мира едут, но успешными становятся единицы. Привезти сюда две-три работы, выставить их где-нибудь, никто не знает где. Сказать, что у меня по Лавицинскому Нью-Йорке, некоторые это делают, но это так, это игра. Попасть в Нью-Йорк, чтобы с тобой занимались, чтобы тебя серьезно выставляли, чтобы тебя видели, чтобы о тебе писали, чтобы тебя показывали, чтобы тебя покупали серьезные коллекционеры, и американские, и европейские, это нелегко, скажем так. О них станут говорить и писать. Будущее весной так вообще постоянную экспозицию сделать задумали. В том числе и для того, чтобы об Украине в Америке перестали говорить только как о стране, раздираемой войной, коррупцией и конфликтами. А вспомнили, что в ней еще очень много талантливых людей. А это, если честно, куда важнее. Из Нью-Йорка Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. А в Париже проходят Дни украинской культуры. Выступления театра Влада Троицкого и группы Дах Дотерс, фотовыставки фольклорные, мастер-классы для детей от братьев Костенко, лекции и дискуссии от писателей Оксаны Забушка и Сергея Жедана. За неделю в разных заведениях в центре Парижа провели уже около трех десятков украинских мероприятий. По словам культурного атташе Украины Ирены Карпы, в этом году фестиваль особо разноплановый и успешный, так как денег на него выделили больше, чем обычно. Американское бюро телеканала Интер. Это все новости к этому часу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова